Агентство недвижимости Спайн Тур, город Аликанте. Вечерком, чтобы запечатлеть, как люди отдыхают. На нас нахлынул теплый циклон. Сегодня 28 декабря 2017 года. Кто не знает еще, все новости ежедневные о Аликанте у меня в Фейсбуке. Сергей Язовский, Аликанте латиницей. Найти несложно. Про циклон. На Новый год у нас будет плюс 19 по прогнозам. А сегодня было плюс 20. Завтра опять плюс 20. То есть мы в тепле все. Но люди, зная, что днем жарко, а вечером уже прохладно, одеты в курточки многие. А это наша главная елка в Аликанте. В этом году она вот такая прикольная. Со стекляшек. В том году, насколько я помню, по ленте видел в Фейсбуке. Ну, там есть такая лента. Типа, что у вас было в прошлом году в этот день? Была натуральная вроде бы или синтетическая. Каток наш, смотрите. В том году и те годы он был всегда открытый. В этом году почему-то его сделали крытым. Наверное, чтобы лучше сохранялся лед. Не знаю. А здесь вы наблюдаете радости полные штаны, я бы сказал. И так целыми днями. Днем, конечно, поменьше людей. Сейчас 7 часов вечера. Вечером, можно сказать, столпотворением. Елочка тоже присутствует, небольшая. Везде радость. Выходим. Я эти дни не снимал в репортаже, потому что у нас были посиделки, посиделки, посиделки в ресторанах. Это вообще. У нас образовалась испанская семья. И мы получили родственников испанцев и рестораны за ресторанами. Я задолбался. Вот. Поэтому съемок-то и не было. Да и, по большому счету, честно скажу, мне надоело каждый день там снимать события. Очень много других дел появилось. Надо раскручивать новый сайт, наполнять. Ну и, короче, что снимать-то каждый день одно и то же. Мне недавно человек написал, ты можешь только в жизни одно. Снимать пляжи. Я говорю, ну ладно, не буду снимать. Это я вам запечатлел репортаж из главной площади на мэрии Аликанте. Есть еще елки, установленные на других площадях. Попробую тоже заснять ради памяти, ради любопытства. Тоже порадоваться с людьми вместе. Почему нет? И я решил снять дальше репортаж о второй площади, где находится еще одна елка. Смотрите. Это Плаза Сенека. Это бывший автовокзал. Его переделали, площадь реконструировали. И здесь тоже теперь каждый год проходят разные празднества. Что мы видим? Ну вот сейчас что-то увидим. Елочка здесь уже не стеклянная. Детишки играют, прыгают, развлекаются. Какие-то игровые автоматы. Есть посвященные Рождеству. Как назвать-то их? Скульптуры. Ну и так далее, короче. Это традиционно у испанцев. Здесь у нас присутствуют покатушки какие-то. На колясочках прикольных. А елочка, елочка вроде бы синтетическая. В Европе и в Испании, насколько я понимаю, берегут природу. Поэтому кажется это все синтетика. Хотя может быть я ошибаюсь. Посмотрели. С этой стороны продолжение. Очень красиво все сделано. И можно долго стоять и наблюдать за фигурками. С этой стороны и с другой. Тут у нас для спортсменов различных. Какие-то конструкции придумали давно. Там батуты я вижу. Стеклянный шар. В общем, в принципе, можно подвести такое резюме. Не нравится вам там с ребеночком гулять в центре? Ну идите сюда. Шарик интересный, надутый. Внутри снеговичочек. Все подсветка сделана. Симпатично. Там тоже различные посиделки. Скамеечки. Еда продается различная. И далее там еще какие-то аттракционы. Я уж туда не пойду. Вот такой, друзья, репортаж. О том, где в Аликанты можно, куда пойти с ребеночком. Ну и самим там походить, потусоваться. Нормально. Для нашего небольшого городка, считаю, нормально. На этом все. Приезжайте в Аликанты. У нас очень неплохо на Новый Город. Заказывайте недвижимость. С наступающим вас всех. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова